ДИМА 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 и для команды, которая была первый раз в жизни на лане. Да, вообще на лане отличный результат. Они были без тренера, несмотря на то, что там утекла какая-то информация в сеть по поводу того, что их тренирует Y-Innocence из Wings. Это неправда. В итоге, как мы узнали, они были одни и... Ну, в общем, отличный результат, но на большее они оказались неспособны. Оптик прошли дальше. Ну и последняя игра дня, конечно, самая важная для СНГ региона, это Virtus.pro против в Минески. И здесь, честно сказать, ну такое ощущение, что борьбы практически не было. Да, просто были долгие игры. Единственное, что была первая игра, там Фнатики плюс-минус что-то нормально доделали, да, потому что Минески плюс-минус что-то нормально доделали, но мы просто увидели руин на руине. То есть Минески проигрывают 10 тысяч голды в среднем. У противника Аегис, Сир, Рефрешер, Шард у Virtus.pro. Они находятся на хайграунде, и Минески вместо того, чтобы пережидать, сократить отставание, совершать смог вылазку, они просто идут на базу и умирают. И вот так вот Минески умирали на протяжении всего матча. И, честно говоря, ну, я хотел бы увидеть борьбы, сказать, что это был потрясающий матч, но нет. Там просто Минески шли и умирали 2-4 на 7. А в заключении игрового дня... Стой. Была еще вторая игра. Во второй игре Virtus.pro собрались. То есть во второй игре Virtus.pro показали, что они в эту игру играть умеют. И умеют играть в нее качественно. Не то, что мы видели, допустим, в групповой стадии. И они просто раздавили Минески по всем параметрам. Вот. Ну, я, в принципе, считаю, что Минески и Virtus.pro это вот как бы небо и земля. И, следовательно, ну, я еще до матча говорю, что будет легчайший 2-0. Там вообще без шансов. Да, у нас все игры 2-0 на данный момент в плей-офф. И в верхней сетке, и в нижней сетке. Если говорить о том, что мы вам рекомендуем посмотреть, мы рекомендуем вам посмотреть завтрашние игры или, может быть, вчерашние игры. Но сегодняшние игры получились не особо яркими. Ну, кроме шуток, борьбы пока нет. Но, тем не менее, команды, которые проходят дальше, они все сильнее и сильнее. И рано или поздно у нас начнется лютое рубило. Особенно это касается винеров. Давай, наверное, пару матчей. Наверное, VGGS против OG. Первый матч был довольно-таки неплохой. Там была борьба. И довольно-таки много чего веселого было с Phantom Laser. Secret EG вторая, наверное. Ну, может быть, вторая, может быть, первая. Да, вот Secret EG это еще был матч более-менее. Вот эти три карты, наверное, были самыми интересными. А, еще VP против Mineski. Вот первая карта. Что тебе там понравилось? Мне понравилось, как Mineski руинили, руинили, руинили сами себе. Но даже несмотря на это, все равно было море мяса и было море экшен из-за того, что у Mineski был очень такой надежный, прочный пик. А у Virtusov был слегка экспериментальный с тренд-протектором. Вот такой получился у нас обзор второго игрового дня плей-офф The International. Увидимся завтра с вами на третий день. Всем пока!